вот этот чеснок я сегодня буду перерабатывать чтобы не дождаться нам пока он вот прорастет но январь месяц он уже начинает показывать свои перышки поэтому я сегодня вот этот чеснок переработаю тремя способами нам нужно почистить вот этой головки разобрать на зубчики и почистить все зубки вот такие вот такой можно формочкой чистить удобно конечно но это очень долго чистить высыпается очищается но это долгий процесс очищения а лучше всего чистить чеснок надеваем теплой водой и пусть постоит минут десять и он потом будет хорошо чистится замоченный чеснок в воде очень хорошо даже чистится быстро и легко разделен он на три части здесь из двух частей я буду делать пасту двух видов я покажу как из другой части с 3 я заморожу половину целиком он хорошо очень хранится и пропущу через блендер для пасты мне понадобится вот полтора литра молока чеснок я заливаю молоком чтобы чеснок полностью покрылся залили молоком ставим на огонь до закипания ровно одну минуту он покипит чеснок наш закипел мы не выливаем молоко в раковину меня вот банка с под кофе большая такая я у нее переливаю и заливаю повторно и даже чеснок молоком и даю точно так же закипеть второй раз нас закипел и мы опять сливаем в эту же баночку это молоко пойдет для замочки хлеба для котлет теперь берем десятипроцентные сливки и заливаем этот чеснок и варим ровно 15 минут его вместе с этими сливками полностью эту баночку мы выливаем варить его нужно на умеренном огне чтобы он сильно не давал пену все сварился наш чеснок мягкий стал и мы эти сливки сливаем в отдельный стаканчик кому не нужно можете в раковину но они пригодятся и сливки и молоко для замачивания хлебушка котлеты вот наш чеснок свалился и мы даем ему немножечко остыть добавляем в чеснок сахар все по вкусу делайте как любите соли тоже по вкусу будете когда блендер разбивать будете пробовать если свежий есть укроп лучше но у меня вот такой укропчик есть замороженный немножечко и обычной толкушкой я начинаю так его перетирать расскажу вам свой секрет почему не стоит блендером ну если нет не хотите толкушкой лучше миксером и с насадкой венчик при когда вы блендером делаете на высокой скорости то разбиваются молекулы от крахмала и пюре картошка или пюре вот чеснока будет всегда вязким клейким и невкусным лучше конечно всего вот толкушечка обыкновенная наша толкушка блендер это враг наш номер один для пюре картошки и также для чеснока перекладываем переноши чесночная стеклянную тоже баночку вы не представляете как это вкусно а теперь я покажу вам как мой муж любит эту пасту в чесночную кушать берет вот обычную горбушку именно горбушку хлебушка намазывает и хорошо намазывает и вот так вот кушает и с борщом и с супом салом да что есть колбаска вот такая вот вкуснятина очень вкусно попробуйте и в я думаю вам очень понравится мы начинаем делать вторую пасту я взяла 500 грамм чеснока и для 500 грамм чеснока нам понадобится 8 столовых ложек оливкового масла насыпаем и измельчаем через блендер его с добавлением несколько ложек оливкового масла вот только у меня поместилось нальем где-то на такую часть где-то три столовых ложки масло льем для того чтобы он хорошо мягко взбивалась вот так вот можно так вот такое пюре у нас получается красивая берем стеклянные баночки у кого обязательно с крышкой и начинаем раскладывать заливаем формочки оливковым маслом сверху залили оливковым маслом накрываем крышкой и ставим в холодильник в холодильнике они могут это пюре содержаться около пяти шести недель также можно положить в морозильную камеру а потом размораживать и кушать с чем угодно с мясом холодец варить я много способов перепробовала хранение чеснока но для меня вот именно пастой делать также сама почистить и целыми головками просто заморозить в пакетиках для заморозки способы этот для всех известны ни для кого не новый берем трубочку заворачиваем пакет и и так чтобы не было воздуха и выгоняем оттуда воздух вытаскиваем вот такой получается у нас упаковочка плотненько воздуха там нет завязываем он и запаха не издает запаковано вакуумно если нам нужно мы достаем зубки используем свойства он не теряет абсолютно никаких я всех благодарю кто посмотрел мой ролик до конца используйте применяйте эти методы делитесь может кто знает какой другой способ